С ума сойти, застрелиться хочется, молодой человек. Не могу, у меня зон посадят. Равно это сделал. Почему? Да. Да, давно у нас не было разговоров с Михаилом Световым. Какую войну-то? Какую-нибудь. Она сейчас идет, война. Контримить все равно. Ну, будем, значит, прегновать его. Весна, солнце, но нерадостные лица простых россиян. Все дело в том, что они еще не знают главную радостную новость о последних суток. А ведь, как знаете, наверное, уже, наверное, вы, Государственная Дума приняла закон, согласно которому Владимиру Путину можно и, ну и нужно, еще два раза выдвигаться на пост президента. С целью донести до людей, так сказать, быть гонцами счастья, канал штаб вышел на улицы, чтобы людей порадовать. Как они воспринимают эту новость, вот сейчас и увидите. Здравствуйте. С праздником вас. Хотим поздравить и об этом поговорить. Вы, наверное, заняли. Я, минуточку. Чего вы хотите спросить? Праздник случился. Хотим узнать ваше мнение по этому поводу. Какой праздник? Вчера Госдума приняла закон, что Путину можно выдвигаться еще два раза на пост президента. С ума сойти. Застрелиться хочется, молодой человек. Ну вы не рады? Мы нет. Мы не рады. Мы не рады. А пожелать ничего не хотите ему. У него праздник, у него радость. Нет, мы хотим, чтобы он собрался с мыслями и понял, что пора уйти, оставить молодежь в покое. Ну вы рады или не рады? Не рады. Почему? Потому что не хочу. Путина? Да. Что хотите, чтобы он сделал? Ну не хочу, чтобы кто-то другой выдвигался. Хотите, чтобы другой был президент? Да. А вы не часто, что еще 12 лет? Я считаю, что да, надо сменить президента. Ну а я за то, чтобы все-таки президенты менялись чаще. Вам не кажется, что 24 года это мало? Хорошо бы ему там 36. Нет, не кажется. Здравствуйте. С праздником вас. Поздравляем. Спасибо. Вы, наверное, знаете, праздник вчера Путин получил возможность двигаться на постпрезидента еще два срока, официально. Как вы к этому относитесь? Положительно. Что пожелали ему вот в ту камеру? Здоровья, сил, терпение, справиться со всеми, победить всех. Вчера Путин получил возможность двигаться на постпрезидента еще два срока, до 2036 года. Ну, зря он это сделал. Почему? Как будто бы что-то изменится, все так же и останется. Если, помню, что-то поменял бы, тогда было хорошо, а сейчас нет. Думаешь, менять надо старика? Думаю, что да. Что ему хочешь пожелать? Вот у него праздник, он еще два срока может с нами быть. У Путина праздник? Да. Скажи. Чтобы он побыстрее уходил. Да, него же будет лучше. Здравствуйте. Поздравляем вас от лица нас. Вы, наверное, слышали, вчера Путину Госдума дала право выдвигаться президентом еще два раза. Ой, молодец. Хорошо, очень хорошо. Пусть он поработает. Подольше поработает. Что бы вы пожелали вам туда в камеру? Ой, ему всего хорошего. Самое главное – здоровье. Это, а он пусть поработает. Да, для нас. Это, во-первых, Путина уважают все, а то еще война будет. Да. А при Путине не будет. Спасибо. Вчера радость случилась и праздник. У всех людей поздравляем. Сейчас погоди, Фадей. Сейчас мы быстренько, да. Вчера Путин получил возможность выдвигаться еще два срока на пост президента. Вот можете это поздравление ему передать в камеру? Очень плохие будут поздравления, не могу. Меня посадят. Вы не рады? Очень не рад. Здрасте. Поздравляем вас с большим праздником. Вы, наверное, в курсе. Вчера Госдума дала Путину возможность еще два срока. С обновлением, да. Я недоволен этим. Почему? А может, вы пожелали бы ему вон ту камеру? Он долгого здоровья. Почему? Так вы же не рады говорить этому? Ну, так все равно человек пусть живет долго и счастливо. Ой, вы знаете, я бы вряд ли, что хорошего пожелала. Отчего же? Ну, вот так вот. Моя такая гражданская позиция. Вы не рады, что Путин еще у нас там 12 лет? Нет. Потому что хотели бы, чтобы 24? Нет, уже хватит ему, пожалуйста. Когда, как вы думаете, пора уже написать заявление по собственному? Да уже давно должно было бы пора, наверное, лет пять назад. У меня пожелание не к президенту, а к людям. Чтобы у них наконец-то тут что-то как-то это, начало что-то это, шевелиться в том направлении, в котором им будет хорошо. Они занимались, ну, тем, чем сейчас занимаются с Навальным. Понял. Спасибо. Да. Ну, это неправильный путь. Здрасте. Поздравляем вас с праздником новым. Вы, наверное, слышали, вчера Госдума позволила Путину выдвинуться президентом еще на два срока. Вот. Что бы вы ему пожелали, как бы вы его поздравили? Поздравлять на него ни с чем. Поздравлять на него? Поздравлять ему ничего не хочу. Отчего же? Не рады, что он будет еще? Нет. А почему, как думаете, почему нет? На что он делал хорошего-то для нас? Ну, войну не сделал. Какую войну-то? Ну, какая-нибудь. Она сейчас идет, война-то. Просто все говорят, если бы не Путин, была бы война. Чушь собачья. Быстрее выйти на пенсию. Отчего же так? Не рады, что он с нами? Не, почему рады, но пенсию тоже нужно пройти всем. Все-таки 10 тысяч рублей в месяц. Сколько, по-вашему, он должен еще с нами быть? Вот ему два дали срока. Может, мало? Наоборот. Много? Когда ему написать заявление по уходу? Ну, вот сегодня праздник. В этот праздник было бы и правильно написать? Да. А пока Владимир Путин отмечает свой праздник, свое новое выдвижение и обнуление, пока он чокается крымским вином с своими дружками, ты можешь красиво поздравить деда. Для этого есть специальный сайт free.navalny.com. Заходи туда и все поймешь, все увидишь, поздравишь красиво. Испорт деду праздник, понимаешь? Я считаю, что он убийца, что он вцепился в свою власть и что он должен хоть как-то… Ну, человечности, мне кажется, в нем вообще нет, потому что когда, ну, понятно, что он заказывал убийство и Немцова и пытался отравить Алексея, и мне кажется, что, ну, человечности в таком человеке точно не может быть. Поэтому я считаю, что очень страшно и плохо, что наш президент такой человек. Понял. Он должен уйти? Да. Спасибо тебе. Свободу Алексея Навального. Поздравляем вас. Спасибо. С тем, что вчера Госдума дала Путину возможность выдвигаться президентом еще на два срока. Как вы к этому относитесь в игре с палец лица перед новостью? Ну, скажите, что вы думаете? Поздравить с друзьями. Поздравить? Вам мелочь, а деду приятно. Людей поздравить. Да. Замечательно. Пожелали. Вы меня расстроили. Отчего же? Еще 12 лет. Да, прекрасно. Никаких изменений. Да еще 12 лет стремимся туда же. Да. А почему вы не рады, что... Потому что считаю, что нужны какие-то перемены стабильности. Да, нет. Нужны перемены и перемены к лучшему хотелось бы. Путин должен уйти? Да. Спасибо ему. Дай Бог здоровья. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Хотим поздравить вас. Хотим поздравить вас с тем, что... Праздник. Вы, наверное, спросите, какой. Вчера Госдума дала Путину возможность двигаться президентом еще на два срока. Вот. Можете передать ему свои пожелания поздравления на этот счет? Да. Ну, этого и следовало ожидать, конечно. Сдается мне, что вы не рады? Совсем нет. Совсем не рады. Не празднуйте вместе со всем русским народом. Для меня это не праздник, нет. Почему, как вы думаете? Что-то должен уйти, думаете? Я думаю, да. Поздравляем вас. Спасибо. Вчера Госдума дала Путину возможность двигаться президентом еще на два срока. То есть 12 лет. О, ехать, господи. Вы что, не рады? Ну, что, тогда его надо короновать. Вашим голосе сквозит сарказм и недовольство. Почему вы не думаете, что Путину надо еще 12 лет пробыть? Ну, надо тогда нам империю создавать. А так что он будет? Президент, это, считай, король. Президент, которого... Царь. Всего лишь шесть раз избрали. Шесть раз по четыре. А сейчас уже шесть лет. А сейчас по шесть, да. Ну вот, сколько он уже у нас правит-то? Ух, с 2000 года. 21 год. И еще 15. Ну, вот, и еще 15. Ну, это, считай, я даже не... Ну, будем, значит, короновать его. Пожелать кому? Владимиру Владимировичу? Да, Путину. Дай господи. Я бы ему пожелала здоровья, верных, хороших соратников. И чтобы ему сопутствовала удача. Я не желаю здравить его. Почему же? Потому. Надоел. Надоел? Как вы думаете? А когда ему... Вот он еще 19 лет собирается быть. Сколько бы вы ему оставили на самом деле? Сколько бы вы оставили при сроке? При должности? Уже пора уходить. Уже пора? Да. Мы считаем, что уже достаточно. Когда-нибудь все равно умрет. Думаете, умрет тот, умрет и этот. Нельзя такие вещи говорить, что уже плохо. Есть ли более смешной вопрос, чем этот? Вы так хорошо реагируете. Все вы так. Поздравляем. Хотим вас. Вы, наверное, услышали новость. Самую главную. Вчера Госдума позволила Путину выдвигаться президентом еще на два срока. Что думаете про это? Точнее, как бы его поздравили? Чего бы ему пожелали? Ничего бы не стал желать. Отчего же вы не рады? Не, не особо устраивает его политика. Думаете, старику пора? Да. Да. Давно у нас не было разговоров с Михаилом Световым на нашем канале. Наконец-то они снова есть. Скажите, вчера у Владимира Путина был праздник, ему позволили выдвигаться еще на два срока. Что бы вы ему пожелали, Михаил? Не знаю даже. Что, пожелать ничего хорошего на самом деле. Мне кажется, засиделся он. Ну, у меня нет комментариев даже по этому поводу. Ну, что сказать. Не похоже на вас. Ну, еще 12 лет пробудет с нами. Разве это не радость? Нет. Эх. Не радость. Фечалитесь. А что ему нужно? Как вы думаете, еще поработать или уже уйти? Мне кажется, уходить пора. Давно сидит. Спасибо. Спасибо. Удачи вам. И вашей либертарианской партии России. С вами снова был, как всегда, канал Штаб. Русский народ добр и честен. И все желают Владимиру Путину чаще всего свободы. Освободиться от гнетущей его работы. Сет Путин free, как говорят наши люди. Free.Navalny.com Заходите на сайт и сходите поздравить Путина красиво. А с вами вместе это сделают также Дмитрий Низовцев, Ярослав Мандряков и весь многочисленный канал Штаб.